Во дворе дома номер 32 по проспекту Октябрьской революции ремонтные работы только на начальной стадии. Идет установка бордюра, его заменят на протяжении двух километров. Также планируется обновить дорожное покрытие и благоустроить подъездные площадки. Затем, как идут работы, следят местные жители. По просьбе горожан, подрядчик проложил асфальт в варочных пролетах. Люди в данном дворе очень положительно смотрят на происходящие изменения. Те неровности на дороге, которые вызывали массу нареканий, не давали возможности пройти людям с колясками, мамам молодым, соответственно, людям с ограниченными возможностями, будут нивелированы. Я хочу поблагодарить в Рио губернатора Владимира Чаев-Сядникова за то, что он откликнулся на нашу просьбу по ремонту дорог. Пока то, что мы обращаемся к каждому руководителю, все выполняется. Дай Бог, будем надеяться на самую лучшую и самую плодотворную работу. Ведутся ремонтные работы и возле дома номер 19 по улице Фадеева. Удален верхний слой асфальта, идет демонтаж бордюров. Местные жители возмущены, бортовой камень во дворе качественный, менять его нет необходимости. По инициативе главы Севастополя Дмитрия Овсянникова в каждом дворе должен стоять информационный стенд с телефоном исполнителя и сроками сдачи объекта. В этом дворе его не нашлось, но граждане могут обратиться к членам контрольной группы. Должен прораб, с кем связаться, контактные данные, они обязаны быть. Соответственно, конечно, если прораб этого не сделал или подрядная организация, мы обяжем, они это сделают. Мы это делаем не для себя, мы это делаем прежде всего для жителей. Это их инициатива, их идея, мы обязаны это делать только для них. Здесь на объектах ежедневно бывают представители департамента, представители казенного учреждения, заказчики. Проведена работа с подрядчиками, мастера, готовы общаться с жителями в том числе. Значит, дана установка, что прислушиваются к мнению. Это абсолютно здравая мысль, и эти вещи нужно делать. В рамках проекта губернаторская инициатива благоустроит более 80 севастопольских дворов. Работы планируют завершить к 1 сентября. Александр Тимофеев, Андрей Дымчук, информационный канал Севастополя.